Я знал, что Елена выйдет за меня после первой же ее реакции. Вот, кстати, она сидит. Ее первая реакция, ты мне не интересен. И я сразу понял, да, у нас с ней будут дети. У кого есть вопросы? Да, сэр. Можете задать кому угодно. Шерри, Брэндону, Джереду, Елене. Невеста Брэндона, Натали. Она не хуже его, во всем разбирается. Не обязательно задать вопрос мне. Вот там у нас сидит Майк, он бывший баскетболист. Работает у нас в отделе продаж. Майк, сколько ты заработал в этом году? Где-то 350 тысяч? Не каждый баскетболист только зарабатывает, будем честны. Мало кто из них после окончания карьеры продолжает столько получать, не так ли? Также здесь сегодня Майк Барнетт, знаменитый Майк Барнетт. Майк, ты знаешь, на кого похож, Майк? На профессора Мерлина. Да, которому накануне надрали задницу. Еще к нам сегодня пришел Тодд Стро, в его команде. Тодд, сколько ребят работают в продажах прямо сейчас? Кажется, около 24. А в рекламном отделе? Думаю, примерно 12. Понял, значит, в общем 36. А вот Райан Секко, он знает многое о многом. Он также иногда работает автопилотом. Да, да, ладно. Первый вопрос. Сперва я хочу выразить благодарность. Вы изменили мою жизнь. Я прошел оба ваших курса, также программу 10х360 и глубокое погружение. Я ходил на конференции. Каждый лишний доллар я вкладываю в ваши программы, потому что вы изменили мою жизнь. Итак, вопрос. Благодаря Джероду я ежедневно обхожу офисы потенциальных клиентов и предлагаю свой продукт. Так вот, как правильно подготовить для этого почву и как правильно допродать тем, к кому уже обращался? Тебе нужно больше людей в команде. Нельзя самому круглые сутки ходить по клиентам. Ведь суть холодных звонков и таких визитов... Ты работаешь один? Нет, мы занимаемся маркетингом в социальных сетях. Итак, тук-тук-тук, твои клиенты компании, да? Да. Тебе нужен человек, который будет делать повторные звонки. Если сегодня твой продукт кому-то неинтересен, это не значит, что он будет неинтересен завтра, через неделю или через месяц. Мы некоторым звоним уже по 17-18 лет. И до сих пор не заполучили их в качестве клиентов. Когда-нибудь? Да, когда-нибудь. Нет смысла вкладывать столько усилий, чтобы потом прекратить. Скажу вот как. Я слышал, как кто-то сказал сегодня Брэндону. На меня работают 12 человек, и только трое или четверо из них приносят мне деньги. Каждый твой сотрудник приносит тебе деньги. Если поднимаешь зарплату, поднимается и выручка. Каждый человек вносит посильный вклад. Мне не нужен человек, который гребет и твердит, корабль плывет благодаря мне. Мне на борту нужен еще и кок. Кок может не грести. Или чем там еще занимаются на флоте. Он может не заниматься парусами, может не смотреть в подзорную трубу. Смысл в том, что без кока на корабле никуда. Поэтому если у тебя 12 сотрудников, расширь штат до 24. А если 24, мне об этом постоянно твердит Райан. Нам нужна тысяча человек. И я думаю, вау. Вот как нужно мыслить, а не рассуждать, кто приносит вам прибыль, а кто нет. Все приносят. Поэтому тебе нужны люди, которые будут делать повторные звонки, чтобы клиенты не утекали как песок. Согласен, но очень хорошо. Как подготовить почву? Заранее звонить? Да, я всегда звоню с утра. Напомните о встрече. Нет, нет, я имею ввиду первый звонок. Нужно ли звонить или предупреждать о своем визите? Да, определенно. Сперва лучше предупредить. И делать это лучше за... Если ты посмотришь на любое наше расписание, будто университет Кардона, Кардот Кэпитал, у нас есть специальное расписание, и стандартный промежуток между звонком и посещением клиента составляет 2-3 дня. И если промежуток оказывается длиннее, значит менеджер был невнимателен. Потому что затягивать с этим нельзя. Я всегда хочу, чтобы сроки были сжаты. Допустим, сегодня пятница, суббота, воскресенье и в понедельник повторный звонок. Потому что зачастую те, кто договаривается в пятницу о созвоне или встрече во вторник, в итоге соскакивают. Поэтому я максимально сдвигаю рамки. Я предлагаю любой из этих трех дней. Итак, допустим, я еду в Солфдейк Сити. Звоню тамошним компаниям в четверг или в пятницу. Я буду у вас в понедельник. Мы можем встретиться? Нет, не интересно. Короткие гудки. Что ж, несем его в список. Обязательно посетить. Потому что есть какая-то причина, по которой он не хочет со мной встречаться. Почему он идет в отказ? Нужно узнать, почему именно. Почему он тратит на это свою энергию? Я знал, что Елена выйдет за меня после первой же ее реакции. Вот, кстати, она сидит. Ее первая реакция, ты мне не интересен. И я сразу понял, да, у нас с ней будут дети. Потому что та сила, из которой она меня отвергла, означала, что она поступала так же со всеми остальными. И ваш клиент, кто бы ни позвонил, неинтересно, неинтересно. Поэтому, либо его полностью устраивают те, с кем он работает, понимаете? Или же, я не хочу не подпускать никого к себе, потому что если я подпущу, то я куплю. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иметь работу – это дар. Есть дерьмо – это тоже дар. Сегодня я гулял по побережью. Это было прямо этим утром. Я проснулся, вышел и увидел мертвое тело у берега. На вид ему было за 50. Без одежды. Его прибило к берегу. Не знаю, утопился он или утонул. Не важно. Это тоже подъедание дерьма. Моя жизнь была ужасной. Моя жизнь была хорошей. Потом снова стала ужасной. Даже пугающе ужасной. На долгий период. И еще хуже. Все было в промежутке между 20 и 30 годами. Настолько ужасной, что, трудно описать, каждый день был ужасен. Я не знаю, что ожидать. Арестуют ли меня? Будет ли у меня передоз? Пристрелят ли меня? Или же я кого-то застрелю? В общем, ужас. Я часто не понимал, где нахожусь. Постоянно болел. Такого врагу не пожелаешь. Просто ужасно. И каждый день я ел дерьмо. Сегодня я на 33 этаже здания, где живет где-то 30 человек. Мне кажется, жильцов 38. Только четверо или пятеро живут здесь постоянно, а для остальных это второй или третий дом. Но сегодня утром, тот утонувший парень напомнил мне о том, что всем приходится есть дерьмо. И даже фасоль, которую я сейчас ем, и видео Роба Мура напоминают мне об этом. Поэтому необходимо улыбаться, несмотря ни на что. Надо привыкнуть к этому. Если ты можешь улыбаться, и я искренне в это верю, если можешь улыбаться, пока ты жил, даже если ты ешь дерьмо, да ну и что, что еще скажешь?